здравствуйте жизненно важно знать какой из трех основных групп населения вы относитесь условиях развития пандемии сар 2 или к вид 19 на планете и что делать если карантин ослабили или карантин делали более жестким для каждой из трех групп абсолютно разное значение имеют эти события очень хорошо если ваш биологический возраст меньше 40 лет вне зависимости от пола и вы относительно здоровы в этом случае что вам делать если карантин расслабили иным словом больше возможностей для передвижения для контактов в принципе вы можете использовать это ослабление в полном объеме если вы занимаетесь своей иммунной системы продолжаете и поддерживать в хорошем состоянии просто случае встречи с коронавирусной инфекцией если она будет развиваться на температуре 37 с небольшим хвостиком и продолжаться более одной недели это говорит о том что у вас иммунитет вырабатывается очень слабо и вы можете еще раз можете еще не один раз заболеть этой коронавирусной инфекцией как определиться что вам нужно делать для вашего иммунной системы можете делать самостоятельно можете посоветоваться со своим семейным доктором можете купить мою книгу к вид 19 что делать в этой книге не только это полезная информация другие полезные советы диетолога как себя вести случае развития вот этой не самый простой пандемии на планете земля неплохо если вы относитесь ко второй группе а это биологический возраст от 40 до 60 лет конечно у вас есть уже большинство какие-то заболевания скомпенсировать который нужно обязательно со своим семейным доктором я бы не следовал вам не советовал вам использовать все возможности карантина при его расширении в полном объеме до консультации со своим семейным доктором разные значения могут иметь различные ослабления карантина для каждого из вас и чтобы не совершить ошибку самостоятельно дайте возможность проявить свой профессионализм вашему семейному доктор что делать тем у кого биологический возраст старше 60 лет или есть разные заболевания сердечно-сосудистой дыхательной системы нарушена работа печени если это гепатит есть жировой гепатоз есть гепатит в анализе и сахарный диабет тромбоцитопения конечно же я понимаю что эти заболевания не самые простые но вновь со своим семейным доктором корректируйте схему лечения для того чтобы поддерживать свой организм в оптимальном состоянии и с ним же уточните какие карантинные мероприятия вам нужно ослабить для того чтобы уровень здоровья усилий у вас очень высокий риск осложнений случая развития коронавирусной инфекции и это нужно понимать инфекция будет продолжаться к сожалению пандемия будет продолжаться минимум один год и очень хорошо если вирус будет настолько мало изменчив пока он проявляет чудеса изворотливости уходит от иммунной системы поэтому есть повторные случаи заболевания и к сожалению они протекают тяжелее чем первичное заболевание это нужно знать и ваша основная цель если у вас возраст 60 и старше как можно позже заболеть этой инфекции случае если вы все-таки не смогли уберечься и правильно сопровождать ее с первых минут развития инфекции в моей книге описано не только это и первая помощь и первые признаки осложнений и что делать в разных ситуациях но обязательно с контролем под контролем своего семейного доктора если уже ситуация вышла из-под контроля то не занимайтесь самолечением домашних условиях а все-таки обращайтесь к доктору о том какое значение имеет для вас расширение возможностей или ослабление карантина прогулки полезны в любом возрасте но удаление от источников потенциальной инфекции другие посещения библиотек посещение музеев посещение других мест общественных я бы вам не советовал реализовывать потому что риск все-таки достаточно высок в одном из следующих видео я расскажу о не самой простой ситуации в украине ослабили карантин и открыли доступ к кафе к ресторанам если косметические процедуры можно получать имея маску на лице можно каким-то образом эту ситуацию разрулить то мне очень интересно посмотреть как люди будут не снимая маску употреблять напитки и различные кулинарные шедевры различные блюда вы вынуждены будете снять маску и вот здесь критически важно состояние вашей пищеварительной системы и ваша подготовка как вы понимаете как вы подготовились по ходу в ресторан и ни в коем случае никому нельзя идти в ресторан голодным зависимости от состояния пищеварительной системы уже употреблять пищу за час-три до похода в ресторан и правильно начать там трапезу эти особенности я расскажу в одном из следующих видео они опубликованы уже в моей книге к вид 19 что делать там же есть и другие полезные советы диетолога также очень важные имбирные тесты которые могут пригодиться любому и каждому кто хочет посетить ресторан имбирь прекрасная пряность прекрасное противовирусное средство помогает иммунной системе справляться с разными вирусами бактериями в том числе и с коронавирусом и нужно его тоже правильно использовать в разных ситуациях в вашей жизни чтобы не совершить критически опасные ошибки расплата за который может быть не просто здоровье очень много людей уже потеряли жизнь более 250 тысяч неудачных исходов лечения коронавирусной инфекции по сравнению с миллионом с небольшим выздоровевших это достаточно серьезная величина и не стоит рисковать своим здоровьем нужно использовать его правильно как и другую информацию полезную для вашего здоровья вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком и канала словами крепком здоровье и разумным к нему отношения если вы хотите поставить на это видео лайк не сдерживайте себя уже можете лайк поставить если вы хотите сделать репост поделиться этой важной информацией со своими друзьями знакомыми родственниками не сдерживайте себя делитесь этой информацией пишите свои отзывы в комментариях любой следующий прочитал посмотрев это видео получит еще больше полезной информации чтобы тоже как и вы жить лучше и дольше новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктора скачкой это youtube а также школа доктора скачкой инстаграм